Звонит будильник. Нужно встать, почистить зубы, постель убрать, собраться в школу. Нет, ну нет, сперва хочу посерфить нет. Привет, меня зовут Никита и сегодня мы поговорим о кибербуллинге. Кибербуллинг это травля в онлайн пространство. Согласно разным исследованиям, многие дети часто сталкиваются с издевательствами, травлей и оскорблениями в интернете. Кибербуллинг, как и травлю в реальной жизни, невозможно спрогнозировать. Жертвой может стать каждый из нас. Повод может быть любым – поведение, интересы, внешность. Определенный уровень анонимности в интернете снижает уровень личной ответственности. В связи с этим люди могут позволить себе то, на что в реальной жизни никогда не осмирились бы. Чаще всего травят через социальные сети, мессенджеры, чаты, форумы и игровые платформы. Проблема кибербуллинга усиливается еще и тем, что многие не воспринимают ее всерьез, считают надуманной и несерьезной. В этом кроется дополнительная опасность онлайн-травли. Она может затянуться из-за отсутствия поддержки со стороны близких и привести к негативным последствиям. В числе неприятных последствий, которые дети ощущают в результате травли в сети, выделяют сильный стресс, снижение самооценки и депрессия. Многие родители наблюдают снижение социальной активности у своего ребенка, а также проблемы со сном. Как понять, что ребенок стал жертвой травли в сети интернет? Если ребенок находится в подавленном состоянии, замыкается, негативно реагирует на любые вопросы или просьбы, меньше стал общаться со своими друзьями, появляются депрессивные посты и вдруг начал странно себя вести, то есть вероятность, что он столкнулся с травлей. Как можно попробовать свести травлю на нет? Лучше не уступать в переписку и не отвечать на сообщения агрессору. Тем более не стоит писать ответные комментарии с оскорблениями или каким-то образом мстить. С кибербуллингом может столкнуться человек любого возраста. В этой ситуации важно обращаться за помощью. Для детей это взрослые, в первую очередь родители, педагоги, школьные психологи. Обращаться за помощью – это качество сильных людей, а не проявление слабости. Можно попробовать отвлечь ребенка. Совместное времяпровождение, любимое занятие – все это может оказаться очень кстати. Главное – дать понять ребенку, что они один. Что касается технических средств, то можно и нужно заблокировать обидчиков, отключить комментарии или добавить их в черный список. Сегодня интернет World Wide Web является одним из самых мощных инструментов в мире и действительно удивительной частью нашей жизни. Современная жизнь, учеба и даже бизнес стали проще благодаря огромному вкладу интернет-технологий для общения и обмена информацией. Интернет позволяет не только общаться по электронной почте, но и обеспечивает легкий доступ к информации, изображениям и продуктам. Каждый день в интернете появляется что-то новое и очень удобное, и это делает жизнь легче для многих людей. Но в то же время нельзя забывать, когда ты кликаешь на мышь, заходишь в интернет. Включай на 100% мысль. Вот наш тебе совет. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...